Я добавлю немножко к этому. Действительно, по поводу наших методов исследования хронологии, может быть, есть какие-то вопросы. Я хотел бы уточнить. Значит, математическая хронология, новая хронология, она использует два основных направления датирования. Первое направление это датирование с помощью статистических методов, методов исследования всего объема исторической информации, дошедшего до нас и обработанного с помощью новых эмпирико-статистических моделей, построенных еще, начиная с 70-х годов, они построены сначала в работах Анатолия Тимофеевича Фоменко, ну а затем продолжены в наших совместных работах. Это большой корпус методов, которые основываются сразу на всей исторической информации, которые исключительно устойчивы к изменениям этой информации, которые не зависят от того, там, сделал ли тот или иной переписчик там или там ошибку, как он воспринял древний текст, как добросовестно или недобросовестно он перевел. Вот ко всем таким ошибкам, неизбежно возникающим в исторических сведениях, эти методы крайне устойчивы, однако они не дают точных дат. Они позволяют правильно расположить историческую информацию на временной шкале относительно. То есть сказать, что вот этот блок исторических сведений предшествовал этому и был одновременен с тем и так далее. Значит, это позволяет в целом выстроить новую схему хронологии, однако не позволяет точно датировать те или иные события с точностью там до дня и даже там до месяца. Это примерные датировки. Вторая линия, второе направление в математической хронологии – это установление точных дат. Здесь в основном мы используем астрономию. Это астрономические методы, очень древний метод в хронологии, используемый еще там со времен Скальгера и Питавиуса. Они тоже очень активно пользовались астрономическими методами. Для установления дат древней истории другое дело, что в их вычислениях есть ошибки, а кроме того, очень много там просто следов еще не развитой науки, не умения оценить точность своих вычислений. Они получали какие-то даты, может быть, даже с помощью правильной альфметики, но не умели вычислять, с какой точностью эти даты они получили. И брали их, безусловно, а на самом деле иногда ошибки достигали сотен и тысяч лет. Как сегодня мы говорим на современном языке, они использовали неустойчивые методы определения дат событий, не понимая этой неустойчивости. Поэтому сегодня этот метод не потерял своего значения. Более того, это значение даже возросло. Современная наука умеет оценивать ошибки своих вычислений, умеет строить устойчивые и неустойчивые методики, различать между ними. Это одно из достижений науки 20 века. И сегодня мы широко пользуемся астрономическими методами для установления точных дат. В отличие от статистических методик, эти методы не могут основываться на всем объеме информации, они основываются на отдельных пятнышках информации, которые содержат достаточное количество астрономических сведений. И они, конечно, эта информация легко разрушается при ошибках, однако те методы, которые мы разработали, позволяют доказывать, что в том или ином случае дата действительно не искажена, она может быть вычислена точно, ну или информация потеряна, и мы дату уже восстановить не можем. Сегодня мы на этот вопрос можем отвечать. Значит, благодаря разработанному нами в 2002-2003 годах методу датирования старых зодиаков, старинных зодиаков и использования дополнительной астрономической информации в этих зодиаках. Это новый метод, которым не владели наши предшественники, в том числе и Морозов. И он позволяет датировать зодиакию не только не принимая во внимание, не опираясь на заранее установленные исторические границы, но не опираясь на заранее предложенную расшифровку. Вот все наши предшественники, в том числе и Морозов, а датированием зодиаков занимались очень многие люди, они в третьем датировании предлагали некую, с их точки зрения, наиболее правильную расшифровку зодиака. Потому что на зодиаке планеты и созвездия изображены в виде неких символов, которые нужно перевести на современный язык. Это не всегда делается однозначно и часто делается неоднозначно. В результате получается много различных интерпретаций, много различных прочтений одного и того же зодиака. Каждое прочтение дает от одной до нескольких дат на историческом интервале. Получается, если все их использовать, получается такой хаотический набор дат, из которого очень трудно выбрать правильный. Поэтому исследователи предварительно откидывали какие-то расшифровки, с их точки зрения, менее вероятные и основывались на более вероятных. Но это методика опасная, она связана с возможными ошибками, потому что не всегда можно четко оценить заранее, какая расшифровка является правильной. И это была болезнь всех предыдущих расшифровок и датировок, которые, несмотря на очень много правильных идей, у того же Морозова в основном были неверны именно из-за того, что была взята не та расшифровка. Наш метод позволил выявить на зодиаках большое количество дополнительной информации, которая проходила мимо внимания наших предшественников. При таком большом количестве дополнительной информации мы можем, расшифрованной нами, мы можем позволить себе перебрать все мыслимые расшифровки зодиака. И когда система информационно переопределена, она обладает автоматическим исправлением ошибок. Скажем, переопределенный код это известно при передаче информации, в теории передачи информации. Если вы хотите автоматически исправить ошибки, надо переопределить, то есть добавить избыточную информацию, которая позволяет эти ошибки автоматически исправлять. Примерно то же самое делали и древние астрономы. Они добавляли избыточную информацию, мы ее расшифровали. Она позволяет автоматически исправлять ошибки в расшифровке, а, попросту говоря, перебирать все возможные расшифровки и находить правильную дату. Таким образом, мы доказываем не только дату, мы одновременно доказываем расшифровку. Мы не опираемся ни на какую предложенную нами расшифровку. Это позволило выйти на новый уровень в датировании с помощью астрономии и получить новую картину датировок, которую я сейчас вам покажу. Антон Ильич уже показывал, я еще раз покажу. Это с этой стороны египетские датировки, с этой стороны европейские, в основном нефтеро-азиатские датировки. Вот здесь хорошо видно, что центр тяжести египетских датировок, это датировки Древнего Египта, лежит в 12, 13, 14 веке. Затем они уже начинают исчезать. А вот центр тяжести европейских датировок лежит в 15, 16, 17 и 18 даже веках. Таким образом, получается такая преемственность. Египетские датировки лежат с точки зрения новой хронологии в Древнем мире, который кончается где-то в середине 14 века. Европейские датировки уже в более новом времени. Это очень глубокий результат, из которого следуют очень важные выводы относительно нашей истории, относительно того, что такое древность, что такое средневековье, что такое новое время, какие временные рамки, в каких временных рамках это все происходило. И теперь мы, благодаря вот этим новым результатам, можем существенно более основательно и обоснованно строить наши реконструкции. Кроме того, мы занимаемся и продолжаем заниматься статистическими датировками. Вот Антон Феич уже сказал, и я повторю, что мы готовим сейчас книгу по статистическим методам исследования хронологии на основе собственных имен. Эти исследования начаты были давно, но в последнее время они очень сильно разрослись. Мы получили очень много важных результатов, которые позволяют детально исследовать хронологию как в целом, так и хронологию отдельных стран. Об этом мы расскажем. Об чём суть этого методика? Спасибо. Спасибо. Спасибо.